Здравствуйте, уважаемые телезрители! На телеканале ТВ-ком программы «Спросим прямо» в студии Марии Латышева. И сегодня у меня сразу два гостя. Это заместитель министра социальной защиты населения нашей республики, а также председатель комитета по делам семьи и детей Эльвира Григорьевна Ирлиниева. Здравствуйте. А также Виктор Власов, известный в городе общественный деятель. И, кроме того, он победитель всероссийского конкурса «Семья года-2018». Здравствуй, Виктор. Мы рады вас видеть. Ну, поговорим сегодня, собственно, о самом конкурсе, о семье, о ценности семьи. Наверное, первый вопрос даме адресуем, да? Эльвира Григорьевна, расскажите, конкурс «Семья года» проводится в нашем городе не первый раз, не первый год. Вот. Расскажите вообще от истории, от истоков, с чего началось и что, собственно, присуждается победителем. Вот будет у меня звание «Семья года». Что это мне дает? Добрый день, уважаемые телезрители. Хочу сказать, что действительно, 21 по 23 ноября этого года наш победитель, сегодняшний гость студии, будет принимать участие вместе со своей семьей в чествовании победителей конкурса «Семья года». Данный конкурс проводится в рамках государственной семейной политики правительством Российской Федерации, и также у нас в Республике Бурятия тоже создан оргкомитет и положение, и проводится уже третий год. Три года подряд наша республика принимает участие, принимает участие в разных номинациях, и вот буквально в 2016 году, принимая участие, вот видите книги «Семья года», в 2016 году у нас были победители, есть победители. Это семья Жамова Доржиевых, Холинского района. Семья у нас удостоена номинации «Сельская семья». Также она принимала участие в ноябре 2016 года в рамках чествования в городе Москва. Это такая большая семья? Это такая большая семья. Все детки или там бабушки, дедушки? Это все детки, дедушки, бабушки. Понятно. Это несколько поколений, внуки и правнуки. Прекрасно. Они занимаются сельским хозяйством в Холинском районе. Конечно, там же жены есть и медики, и так далее, потому что бабушка сама, будем говорить, супруга главы семейства, сама медик. В прошлом году мы также принимали участие во всех наших, будем говорить, номинациях. Победила у нас семья из Иволгинского района, семья Домбаевых, в номинации «Семья-хранитель традиций». В этом году тоже также готовится выпуск такой же книги, выпускает эту книгу фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, возглавляет данный фонд Гордеева Марина Владимировна. Она является соучредителем вот этого конкурса. Этот конкурс в Российской Федерации закреплен за Министерством труда и социального развития. Также и у нас в Республике Бурятия за нашим Министерством социальной защиты населения закреплен данный конкурс. Мы проводим его совместно с Министерством сельского хозяйства, с Министерством культуры, Министерством молодежи и спорта и Министерством защиты. Все номинации распределены по нашим, будем говорить, министерствам. Расскажите, как вы ищете эти семьи или эти семьи сами к вам приходят, дают заявки. Вот, Виктор, давайте вы расскажете, как вы решились. Я так понимаю, он у нас победитель не только регионального, а получается федерального масштаба, правильно, всероссийского конкурса уже. Да, ну вообще как бы на этот конкурс поступило предложение от Комитета социальной политики города ЛНД поучаствовать в республиканском конкурсе. На что как бы я не сильно так позитивно отреагировал, думаю, ну зачем нам это в принципе как бы семью на показ выставлять, да, понятно, что я общественник постоянно везде. Вот, а ну посовещавшись с женой, я сказал, если в принципе ты хочешь без проблем, вот телефоны созванивайтесь, перекидывайте информацию. И вот закрутилось, завертелось, то есть мы подали все документы, которые нужны были для участия в конкурсе. И вот от железнодорожного района города ЛНД нас как бы в номинацию «Молодая семья» закинули. Закинули? У вас один ребенок? Да, пока один. Вот, и в общем выиграли мы вот этот республиканский конкурс. О всероссийском мы даже не думали в принципе, но эксперты, которые курировали этот, ну вот именно конкурс, они посмотрели нашу заявку республиканскую и сказали, что у вас стопроцентная победа на всероссийском может быть, потому что у вас очень большие заслуги, как и у отца, так и... Перед отечеством. Да. Как и у супруги. Смотрите, если я правильно понимаю, то это не тот конкурс, о котором мы имеем все представления, где-то там кто лучше выступит и так далее. Тут только документация на первом месте, правильно? Главное, заслуги на бумаге записаны. Супруга и супруги. Чтобы были оба активны, то есть не один там, допустим, так. Да, вот, ну так как я часто занимаюсь социальными проектами, работаю с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, и супруга, ну естественно, ей приходится помогать мне во всем этом. Ну и плюс вообще наш как бы вид спорта, мы занимались спортивным туризмом с супругой со школы, там и познакомились, и вот это волонтерство, оно началось еще со школьных лет, и поэтому нам было очень легко как бы вот этим всем заниматься. Стаж большой. Да, стаж большой. Это огромное спасибо Сукневу Андрею Яковлевичу, который учил нас, задевал Аслану Валентину, то есть они к этому нас подводили, и мы постоянно участвовали в этих проектах, именно социальных, в которые задействованы эти подростки, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Ну а расскажи, что чувствовал, когда сказали, что победа на России тоже за вами? Ну, я был как раз-таки на турслете, мы проводили для молодежи соревнования по туризму, и мне начали звонить, то есть люди вообще, которых не так близко знаю, да, вы победили, я думаю, где победили, что победили, вот, а потом уже Москва подключилась первое, поздравили, потом уже и Республика, и так вот начали уже. Ну, сильно мы не афишировали, как бы, нигде этого нету, все, видимо, ждут, когда же в гостинице, да, Космос, по-моему, будет награждение, поэтому там уже потом начнут все трубить. А вы туда обязательно поедете получать награды? Да. Да, 21 по 23 ноября, вот, вся программа уже, будем говорить, есть на самом деле, ознакомлены уже все, когда они вылетают, бюзеты уже приобретены, остается только ждать вот именно этого дня. Прекрасно. Пока организаторы, конечно, не раскрывают всех победителей, да, но нас они уведомили, потому что идет подготовительный такой момент, это и билеты, и согласование, значит, кто их там встречает. Да, это все понятно. Другой у меня вопрос. А как много вообще семей изъявляют желание участвовать в конкурсе? Вот каждый год, в начале года, мы рассылаем письма, что проводится вот такой-то конкурс по пяти номинациям. В районный отдел из-за защиты или куда? Нет. Мы отправляем на имя глав районов. Так. Да. И принимают участие. Вот в этом году у нас приняли участие 17 семей по пяти номинациям. 17 семей. Ну, это немало, да. Из 17 семей мы 5 семей отобрали. А вообще, вот в этом году в Российской Федерации более 300 семей приняли участие по пяти номинациям. А победителей около 70, да? Победителей. И все, что же все-таки ждет победителей, помимо звания почетного, какая-то сумма на семью, на развитие? Нет? Дают? Нет. Почему сразу сумма на развитие? Ну, мне кажется, это многих интересует. Во-первых, это общественное признание. Так. Во-вторых, вот я говорю уже, будет у них книга почетных семей. Которую будут внуки смотреть. Такая прям красивая. Внуки-правнуки будут смотреть, да. У третьих, мы уже отметили, что они победители республиканского конкурса. Награждение у нас стоялось 8 июля, да? День семьи любви и верности. Когда мы отмечали это в нашем русско-драматическом театре в этом году. Угу. Угу. Расскажите, в республике, все мы знаем, у нас создан Совет Отцов. Кстати, вы туда не входите, Виктор? Пока нет. Пока, я насколько знаю, там чиновники высшего ранга и так далее. Не только чиновники. Не только что. Вот расскажите, мы все знаем, что трубили о создании Совета Отцов. Чем, собственно, он сегодня занимается? Вот давайте вы с позиции Минсус защиты нам расскажете. Ну, Минсус защита также курирует Совет Отцов. И впервые, вот, первый Совет Отцов при главе собрался у нас в феврале месяце, где первым, что было принято, это решение о том, что 28 октября этого года отмечается впервые в Республике День Отца. Ммм, впервые. В пользу случаем разрешите поздравить всех пап вот с таким вот праздником. Это впервые у нас в Республике. 28 октября. 28 октября, да. И надо сказать, что в Совет Отцов вошли многодетные папы. Папы, которые по своим примерам показывают, как нужно воспитывать детей. Папы-офицеры. Туда также вошли командиры наших частей, да. Спортсмены папы. Папы-общественники. Есть у нас Совет пап, который очень хорошо работает в городе Улан-Удэ. Они собирают детей, как дворовые инструктора, да, со своими детьми, с классом. Покоряют вершины, играют в футбол. Вместе с детьми, да. В принципе, это нормально. Просто мы всегда говорим о мамах, а очень редко говорим о папах. Вот пользуясь случаем, вот, Виктора можно поздравить. Да, мы присоединяемся. Да, что он папа, у него растет сынишка, Роман Викторович, да, 15-го года рождения, и ждет он пополнения. Прекрасно. Да. А потом и многодетной семьей станете. Есть такое в планах? Посмотрим. Виктор так засмущался, да. Давайте расскажите, собственно, вот этот Совет отцов, какой у него план мероприятий, как часто они будут собираться, какие вопросы решать. Ну, понятно, что будут встречаться, что-то обсуждать. А какие-то реальные вещи, допустим, которые будут они предлагать властям? Вот смотрите, мы на Совете отцов решили, будут такие вещи? Конечно. Согласно положению Совета отцов, мы собираемся два раза. В первом полугодии и во втором полугодии. Вот во втором полугодии мы собираемся тоже Совет отцов собрать. У нас это в октябре месяц уже запланирован, да. Если будет возможность, я думаю, Виктор Николаевич тоже примет участие в этом Совете отцов, да. И я хочу сказать, что мы... Ну, давайте, пока мы планы все не будем рисковать, мы только скажем, что мы организуем конкурс. Папы разные важны, папы разные нужды. Этот конкурс будет как под хэштегом, да, и проходите в социальных сетях, Facebook, Instagram, ВКонтакте, да. Приветствуется вот участие всех до 23-го числа. Можно отправлять, конечно, креативно, чтобы было, чтобы очень оригинальность тоже учитывается. Можно фотографии прислать, можно песню сочинить про папу, да. Так, говорите, куда прислать, потому что непонятно. То ли я просто выкладываю в Instagram с хэштегом? В Instagram, да, с хэштегом. Тогда проще будет их отследить и оценить. Еще раз, хэштег какой должен быть? Папы разные важны, папы разные нужны. Вот, папы разные важны. Это вы для Instagram, а теперь, если кто захочет видео, тоже в Instagram. Все только в Instagram. И Инстаграм, ВКонтакте и Facebook. Специальная комиссия будет все это посмотреть? Да, общественная. И награждение будет вот именно на сайте отцов. Ого, лучший папа. Мне кажется, очень приятно получить такое звание. Лучший папа Республики Бурятия. Расскажите совет отцов. А совет мам в городе есть что-то подобное? Вот расскажите. Есть у нас общественное движение матерей в России. А у нас в Республике создана матерь Бурятия. Туда входит председателем данного является движение Татьяна Александровна Быкова, наш министр социальной защиты населения. Также туда вошли многоэтные мамы, общественники. Мы уже три года подряд занимаемся работой в нескольких направлениях. Это поддержка малообеспеченных семей. Это здоровье мамы. Помоги маме обследоваться. Помните, мы проводили розовую ленточку вместе с мамой. Мамографы. Мамографы, да. В принципе, очень много мероприятий, которые мать Бурятия проводит. Филиалы созданы во всех муниципалитетах. Вот тоже так же мы хотим, чтобы у нас советы отцов работали и в муниципалитетах. Вот буквально в пятницу, 5 октября, в День учителя, мы выезжали в Кятинский район с рабочей поездкой. И у главы, при главе, создавали вот совет отцов. Туда также вошли уже общественные деятельные. Там очень много военных частей. Также вошли и военные, которые папы уже проживают. Это именно территория Кятинского района. Самые строгие папы военные, наверное. А во всех районах планируется или нет? Или это только крупные районы? Вот расскажите, как в районах. Мы предлагаем во всех районах, чтобы работали наши папы. Мы все знаем, что глава семейства – это папа. Отчество каждой фамилии носит папина. Согласитесь, да? Поэтому мы считаем, что папа должен быть очень важным и самым главным человеком в семье. Теперь у меня вопрос к Виктору. Виктор, собственно, если вас позовут в такой совет отцов, будете вступать? Наверное, да. Потому что общественники. Но мы знаем, что вы сплавляете детей по рекам, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Вот вы как папа. Когда я работала журналистом, у меня не было детей, было абсолютно другое отношение. Ты приезжаешь сейчас на съемки и видишь детей маленьких, у которых не совсем благополучное детство. То есть ты смотришь другими глазами. Вы то же самое можете сказать? Когда вы стали папой, у вас как-то поменялось сознание? Как-то другое отношение появилось к этим детям, которых вы занимаете, по тропам водите? В принципе, нет, наверное. Потому что я как бы педагог, и всю эту психологию знаю. Но мне с ребенком, с моим намного труднее, чем с детьми, которые трудные. Да, потому что все равно другие подходы нужны и так далее. Плюс еще ребенок везде с нами путешествует. Когда мы участвовали в конкурсе, подавали документы, то есть там нужны были видео, фото, то есть как семья вот это вообще свою деятельность в республике ведет. То есть мы фотографии скидывали, как мы в поход с ребенком. То есть когда он родился, в год мы купили специальный рюкзак, в который садится ребенок, да, и пошли. Потом чуть подрос, мы покупаем на велосипед, также сидение специальное, и вот так путешествуем всей семьей. Ну, конечно, очень мало времени на это все, потому что я как бы очень много везде в разъездах. И когда я приезжаю, да, мы стараемся с семьей намного больше проводить времени. Это прекрасно, когда папа участвует полноценно, а не просто папа пришел после работы, лег на диван. Расскажите про номинации, пожалуйста. Вот какие как бы были разные направления, понятно. Может быть, спортивная семья какая-то там, читающая семья, я не знаю, расскажите. Многодетная семья, мы понимаем, что подозревает подмог. Золотая семья. Это семья, которая вместе прожила 50 лет, и есть у них общественное призвание в регионе. И таких у нас много в республике, да? Таких очень много, да. Молодая семья, вот, пожалуйста, Виктор Николаевич. Ваша. Молодая это сколько, давайте уточним, 30? Ну, сейчас по закону о молодежи до 36 лет мы продлили, да? Ну, вообще до 37 молодежь, считаем, в Бурятии. А молодая семья это уже немножко другой, да? Да. Нет, они продлили. Почему? Потому что вот когда у вас, у нас была программа предоставления жилья для молодых семей, там действительно действовало только до 29, до 30 лет, да? Строгие ограничения, да. А вот на сегодня я точно знаю, что это продлили до 36. Так. По-моему, так, если какие-то не вынесли изменения. Так, понятно, золотая семья, молодая семья. Сельская семья, мы говорим, да? Это сельская семья, да? Сельская семья, да? Семья хранитель традиций. А вот об этом поподробнее? Ну, традиции. Допустим, дедушка с бабушкой были педагогами. Семейной династии. Династии, да. Вот традиции. Они соблюдают. И внуки, правники тоже так же. У нас очень много таких вот семей, которые и педагоги. Есть очень много династий врачей, да? Жизнодорожников, заводчанов. Вот мы тоже представляем вот такую... Ну, всего пять номинаций. Пять номинаций. Пять номинаций. Расскажите, как, с какого периода подают заявки, как, в какой срок это все рассматривается? В начале года мы рассылаем сразу в администрации районов письма о том, что принимаем участие, потому что федерация нам сразу отправляет сроки срочно по положению. Если вносятся какие-то изменения, это все делается в феврале месяце. До апреля месяца мы собираем заявки с муниципалитетов. Собираем строго согласно критериям, которые уже полностью оговорены. Я думаю, Виктор Николаевич, не даст мне соврать, да? Положение есть специальное о конкурсе. А в какой номинации вы принимаете участие? И возраст, и все там указано. Кроме стажа семьи, да? Стажа семьи там не указана, потому что оно может быть и безграничным. Это традиция и так далее, да? Понятно. Конечно, общественное признание должно быть. Люди должны принимать участие, вся семья должна принимать участие в общественных мероприятиях. Не только семья, но и дети должны что-то сделать. Если это семья, хранители традиций, это не только дети, внуки, правнуки, да? Чтобы все они были состоявшиеся, понимаете, по жизни. Вот это очень важно. Вот не просто получить такое звание. Виктор, вот расскажите, вы сказали, что было проще выиграть в России, нежели в республике. Почему? Да, ну, я смотрел, как бы, критерии, да, в республике, которые мы подавали, да, и потом на Россию. То есть в республике очень тяжело, потому что все открыто, все друг друга знают, в принципе. Таких вот семей, которые публичных, да, очень мало, и в районах иногда можно найти эти семьи, мы просто о них не знаем. То есть, да, вот если покопать это все, да, можно найти без проблем. Вот, и поэтому, когда в республике все это проходит, то есть всех видно, и общественников видно, да, и семьи эти видно, где они участвуют, где что помогают, как они развивают район свой. Это же тоже влияет, то есть мы развиваем свой район. То есть, и когда на Россию уже идешь, уже там критерии чуть-чуть, как бы, ну, можно сказать, посерьезнее, но при этом уже масштаб больше. И там уже делают конкретно, нацелены на то, что реально социальная семья, то есть, которая помогает в развитии вот этих, в своем регионе. То есть, можно сказать, наши победы мы прославляем нашу республику, то, что такие люди живут у нас в республике Бурятия. Элья Анатольевна, такая ситуация, семья, дети, не все свои, приемные, или вот служборозамещающих, вот эти вот, взяли деток на время, допустим, к себе. Тоже принимают участие, конечно, принимают участие. Есть такие примеры. Да, это же семья. Время нашей программы истекает, к сожалению, поэтому я предлагаю сейчас завершить тему конкурса «Семья годом», я думаю, все поняли, как участвовать. Ставим хэштеги «Самая», еще раз напомним. Папы разные важны, папы разные нужны. Участвуем, и тоже будет приз, наверное, признание. Да, обязательно. Тут будут призы. Ну и теперь, я думаю, можно поздравить, да, Эльвира Григорьевна, всех пап. Да, разрешите от имени правительства Республики Бурятия от нашего министерства поздравить всех пап, глав семейства, с первым нашим праздником в Республике Бурятия, с Днем Папы. Пожелать вам хорошей семьи, надежного тыла. Виктор, вы тоже можете присоединиться, давайте вы от лица мужской половины тоже чего-то пожелаете. Ну, я пожелаю всем молодым семьям развития, прославляйте свои районы, Республику и Россию в целом. Прекрасно, мы тоже присоединяемся с поздравлением. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был победитель Всероссийского конкурса «Семья года-2018». Виктор Власов, его семья, собственно, победила. А также председатель комитета по делам семьи и детей, заместитель министра социальной защиты населения Эльвира Григорьевна Эрдыниева. Спасибо вам большое за беседу. Спасибо. Всего доброго и до встречи в эфире телекомпании ТВКОМ. Редактор субтитров А.Семкин